еще раз здравствуйте дорогие телезрители в эфире рубрика консультирует психолог и я ведущая анна гончаренко горе это очень серьезный жизненный опыт пережить его часто помогает поддержка только такой поддержки лишены те люди которые переживают так называемое бесправное горе подробнее о том что это такое нам расскажет психолог маргарита дженаева маргарита здравствуйте здравствуйте нас как обычно серьезная тема но и очень интересная давайте сначала разберемся что вообще такое бесправное горе ну в самом названии до объяснения бесправное горе это такая потеря такая утрата которые не имеет права быть оплаканной официально о чем это вообще это когда ты не можешь проявиться в социуме и не получишь поддержки от общества ну вот если в двух словах то так так хорошо давайте тогда подробно разберем ситуации когда горе становится бесправным горе становится бесправным ровно тогда когда общество не признает его законным то есть обесценивает и считает и не поддерживать тебя в твоей беде к этому можно отнести к такому виду горя бесправному можно отнести допустим вот пятилетний ребенок который рыдает потому что потерял деда он его любил а кто-то обесценит и скажет ладно тебе было пять лет что там ничего не понимая что ты там понимаешь в этом возрасте человек который прожил очень много лет с протезом это же потеря это тоже горе один из вариантов могут сказать ты же остался жив да ты же живешь вот это вот не поддержка общества попытка обесценить это горе и является признаком того что она исправным бесправные также к этому можно отнести женщин которые потеряли деток недоношенных им надо прогоревать им надо прожить это все а общество признает что это еще не нерожденный ребенок ну то есть не признает легитимным скажем так также к этому можно отнести отношения допустим вот два человека общались отношения не узаконили еще один человек умер и у другого человека горе эмоциональное горе но официально оплакать это горе прожить другой человек не может это те отношения как которые не узаконены скажем так это касается разных направлений скажем так отношения еще если позволите я добавлю я слышала также что когда случается перинатальная потеря могут горевать например бабушки и дедушки что тоже общество кажется не совсем нормальным и немного странным то есть это же не твой ребенок да хотя на самом деле оказывается что они переживают вдвойне за неродившегося внука или внучку из-за своего ребенка ну то есть вот опять же они тоже подходят под это потому что они же на себе чувствуют не поддержку конечно незаконность ну что твой ребенок что так страдаешь да по сути вот такой вопрос вот эти все проявления общества к горю человека вы знаете как начинает человек который пришел в терапию вот с таким запросом я никому не могу сказать об этом вот эта фраза является прям показателем того что это без правное горе также к без правному горе можно отнести допустим если близкий человек решил уйти из жизни самостоятельно то общество осуждает это и говорит он же сам решил как что его что ты плачешь там и так далее а еще есть момент допустим особенно у нас в менталитете женщина в некоторых национальностях не может оплакивать своего мужа нельзя стыдно а еще есть же вот это вот не плачь нельзя ему там плохо даже если твой ребенок сколько таких женщин обращаются которые не отгоревали не хотят но не могу не разрешаю разрешается это осуждается под обществом также может к можно к этому отнести допустим без вести пропавших людей у человека страх горе да конечно надежда что пока он не увидит его человек жив все-таки но все это же в себе держит это что же бесправно все говорят все успокаивают низ не ну не горюй он еще жив там и так далее а горюющий скажем так у него все внутри происходит процесс это запущены раз бывает проходит совсем может быть даже большой до период времени там условно год полтора года два и уже но логика конечно же склоняется к тому что скорее всего человека нет вот но вот этот как раз момент что ты не попрощался наверное еще как раз эти были такие случаи когда авто обратная реакция женщина и сообщили что сын погиб она сказала я пока не увижу я не признаю но это опять же тип горевания она отрицание идет она не я не хочу признавать что моего сына нет живу ну то есть так тоже бывает способы проживания горя у каждого свои причем независимо от того это законное или бесправное получается исходя из всего вышесказанного вами бесправное горе еще сложнее пережить правильно вот как раз когда ты совсем лишен поддержки знаете но сейчас не хочу обесценивать любое горе горе она горе и человек проживает ее как можно его как может и с кем может но единственное что могу сказать это вот эта огромная разница не иметь поддержки ну каждый человек который хотя бы раз проходил через горе он знает что поддержка имеет огромное значение вообще в том чтобы проработать это все и выжить и когда человек не может даже говорить об этом конечно это сложнее конечно это в себе и нет поддержки и нет выхода скажем так этого горя из насколько тема бесправного горе актуальна в жизни вы часто ли обращаться с этой проблемой люди к психологам говорят что мне плохо но оказывается мне горевать почему-то нельзя частые запросы от от женщин который по тела реала ребенка недоношенного ребенка вот тут да вот этого очень много бывают случаи когда отношения были не узаконены горевать человек не может но эмоционально уже привязан по разным причинам там возможно они не были женаты или там общество их не приняло по каким-то таким своим интересам скажем так вот такое бывает то запросы часто бывают расскажите пожалуйста вот этот процесс переживания горя наверное будет все-таки немножечко отличаться если это бесправное горе правильно я понимаю вы знаете на самом деле работа с бесправным горем единственное что отличает в работе это признание правным это бесправное горе как бы это сейчас не звучало то есть его официально узаконить мы даем это первое совершенно верно и а дальше все идет как с любым гневом с горем с бедой ну в общем как мы работаем так работаем там можно допустим естественно обратиться к психологу да если нет если вы боитесь там найдите человека который вас выслушает и опять же этого тоже недостаточно вы просто выговоритесь и все а дальше можно на какие-то форумы групповые какие-нибудь поддержки вот люди которые проходили через это уже с ними обсуждать этот вопрос они ну делиться опытом скажем так можно это тоже допустимо конечно же можно подключить медитации но не устраивать медитации то молитвы какие-нибудь но тут очень важно в этот момент чувствовать себя слушать свои эмоции в этот момент вытаскивать их но это тоже кто-то должен научиться научить то есть это не то что ты побежал сразу пошел сел делать медитацию но кто-то же должен вести значит психологу опять же к психологу работать надо принцип работы такой же как из самое главное дать себе вот это право горевать да и прожать все свои эмоции законить свое бесправное надо признать что я имею право я же чувствую значит я существую значит это горе существует во мне и мне надо от него избавиться мне надо его прожить проработать как-то так в общем как обычно как и в начале интервью сказала тема очень интересная но такая достаточно серьезная спасибо маргарита что пришли и мы поговорили о ней спасибо что пригласили